Время новостей на телеканале ЖИТСУ. Здравствуйте! В студии Одина Смогулова, сурдоперевод Даурьяна Абдрасилова. Не более двух месяцев остается до начала отопительного сезона, потому уже сейчас необходимо пополнить запасы топлива. На эти цели из областного бюджета выделено почти 14 миллиардов тенге. Впрочем, общие потребные жители региона в угле 1 миллион 370 тысяч тонн. Из них 450 тысяч уже раскуплены и заготовлены. На тупиках и складах в открытом доступе есть почти 114 тысяч тонн твердого топлива или 35% от общего показателя. Такую статистику привели специалисты ЖКХ на прошедшем сегодня совещании с первым заместителем главы области. Стало известно, что почти все регионы оснастят достаточным количеством угля уже к середине сентября. Дальнейший ход событий первый зам Акима взял под свой контроль. Он также поручил ускорить процесс поставки дизельного топлива для госучреждений, поскольку сейчас этот показатель составляет всего 26% от необходимого объема. Также из бюджета выделено почти 700 миллионов тенге на приобретение 24 тысяч тонн угля для бюджетных организаций. Доставлено на сегодняшний день 7676 тонн. Это 32%. По объектам образования 26%, здравоохранения 42% и соцобъектам 31%. Определен лучший сельский Аким Алматинской области по результатам регионального конкурса победителем стал Аким Айдарлинского сельского округа Панфиловского района. Айдар Исаев признан лучшим среди 12 претендентов. Ему удалось набрать наивысший бал. Глава поселка проявил себя в качестве опытного управленца и деятельного хозяйственника. Вот уже два года он трудится на благо района и области. За столь короткий срок ему удалось поднять уровень жизни села. На конкурсе Айдар Муратович успешно защитил свой проект по улучшению социально-экономической ситуации в своем регионе. Теперь он представит наш регион на республиканском конкурсе. Заключительный этап состязания пройдет 10 октября текущего года. Цель конкурса – выявление и поощрение лучших Акимов, добившихся высоких результатов в работе. Конкурс проводится в два этапа. На первом, региональном этапе, претенденты из сельских округов представили свои проекты по развитию своего региона. Акимы заранее отправили нам свои работы в онлайн-формате. Изучив их работы, мы пригласили 12 лучших кандидатов на очное собеседование. По критериям состязания, претендент не должен быть ранее привлечен к правовой ответственности, и его проект должен быть максимально реалистичным. Мы направили конкурсантов на второй этап, удостоверившись в выполнении всех условий. 10 дней осталось до начала нового учебного года, в связи с чем на протяжении лета шла подготовительная работа. Объекты образования включили в электронную систему АШИК. 93% педагогов по области прошли вакцинацию. У оставшихся 7% имеется медотвод. Наша съемочная группа изучила готовность школ к учебному году. Подробнее расскажет наш корреспондент. 19 школ в нынешнем году встретят школьников в обновленном виде. В них ведется капремонт. Однако примы школьников не все. До 1 сентября будут сданы 10, остальные 9 планируют закончить до конца текущего года. В их числе Талдыкурганская школа номер один имени Абая. Ее ремонт затянулся. Больше года понадобилось строителям. И тем не менее, работы еще не завершены. Суд обязал подрядчиков, а именно ПМК-7К, закончить работу 10 августа. Но и в этот срок не уложились. Поэтому с помощью Акимата города Талдыкурган сейчас усиленно ведутся строительные работы. Теперь ожидаем завершения 25 августа текущего года. И очень надеемся 1 сентября принять наших учащихся в школе имени Абая. В области в последние 10 лет отмечается стабильный высокий демографический прирост. В связи с чем, особенно в зоне агломерации, ежегодно фиксируется дефицит мест в школах. Обучение ведется в три смены. Соответственно, в этом году началось возведение 25 школ. 9 из них планируется сдать в текущем году. 5 к 1 сентября. Еще 4 к концу года. Остальные переходящие на следующий год. Но независимо от того, новая школа или уже давно существующая, при ходу учеников по поручению Акима области, все объекты образования должны быть оснащены санитайзерами, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты детей. В школах школы обеспечены всеми необходимыми средствами. То есть в школах имеются дезинфицирующие тоннели, коврики, кварцевые лампы, санитайзеры и так далее. То есть на эти средства выделены 200 миллионов тенге. На сегодняшний день свыше 70% учебников доставлено из издательств школы. Это то, что именно докупается. Это учебники для первых классов, а также недостающие учебники для учащихся вторых, одиннадцатых классов. А то, что имеются учебники в школьном фонде, они уже 100% розданы учащимся. Также поручил Акима области привести в надлежащий вид и территории школ. Озеленение, освещение, благоустройство. По словам педагогов и специалистов управления образования, в эти дни идут последние приготовления. Жан-Дос Назарбаев, Кабид Кабдрахманов, Жасулан Шенкенже, телеканал ЖТСУ. К новостям Республики. Алматинские полицейские будут ездить на мотоциклах. Транспорт будут использовать в часы пик для урегулирования заторных явлений. В распоряжение местной патрульной полиции уже поступили 20 мотоциклов КТМ. По мнению стражей порядка, этот вид транспорта позволит быть мобильными, ускорит прибытие правоохранителей на места происшествий и будет способствовать улучшению обстановки на дорогах мегаполиса. Личный состав дорожной полиции предварительно прошел обучение управлению мототранспортом. Трехлетний ребенок ВКО застрял в окне, пока родители спали в пьяном угаре. Маленький мальчик пытался спасти котенка. Вытащив питомца, он оказался в заточении сам. Час ребенок простоял между рамами. Все это время ему пытался помочь четырехлетний брат, но не смог. Не смог он и разбудить нетрезвую мать, которая в это время спала. Соседи неблагополучной семьи сразу сообщили об этом в полицию. По их словам, 28-летняя женщина не занимается малолетними детьми и часто оставляет их без присмотра. Инспекторы по делам несовершеннолетних сразу выехали по указанному адресу. Как выяснилось, мать уже несколько лет состоит на учете, как родитель, не занимающийся воспитанием несовершеннолетних детей. После инцидента правоохранители собрали материалы, принимают меры для лишения родительских прав. Малышей поместили в Центр адаптации несовершеннолетних в Усть-Каменогорске. Водитель автобуса в Караганде стал звездой ТикТок. 31-летний Айдос Аринов работает водителем общественного транспорта. В свободное от вождения время он снимает веселые ролики. Его последнее видео, где он повторил исполнителей Кид Ларой и Джастина Бибера, разлетелось по всем соцсетям. После этого на его страницу в ТикТок подписались более 50 тысяч человек. Айдос родился в Каркаролинске, с семьей сейчас проживает в Караганде. Вот уже 10 лет он работает водителем. Снимать ролики ему помогает кондуктор Кожемукан, который еще делает монтаж. Весь день они работают на 43-м маршруте города. В своем видео Айдос хочет показать будни водителя автобуса, чтобы поменять отношение общества к этой профессии. 445 бытовых пожаров произошло в Алматинской области за прошлый отопительный сезон. Причиной большинства из них является элементарное нарушение правил пожаробезопасности. В результате погибли 30 человек, еще 7 травмированы. Чтобы уменьшить столь трагичную статистику, сотрудниками службы ЧАЭС и других ведомств ведется активная работа. Наш корреспондент расскажет. Утро сотрудника службы ЧАЭС начинается отнюдь не с чашки кофе. То же самое касается пожарных и газовой службы. Только за текущий год в жилом секторе зафиксировано 312 фактов возгорания, при которых погибли 20 человек. Данная статистика удручает, ведь этого можно было избежать элементарным соблюдением правил пожаробезопасности. В этой связи уполномоченными органами ведется усиленная профилактическая работа. Свою лепту вносят и многие общественные и волонтерские организации, неравнодушные к судьбе сограждан. В общей сложности участия в субботнике пожарной безопасности приняли порядка 100 человек. Данное мероприятие сейчас разбито на несколько этапов. С августа по октябрь месяц будут проводиться. И основное внимание будет уделено социально уязвимым слоям населения, где у нас часто происходят пожары. Большое внимание будет уделяться дачным массивам. Большая доля пожаров у нас в отопительном периоде приходится на жилой сектор. В основном причинами являются пожары от неисправности отопительных печей. Можно сказать, что второй причиной всегда у нас является эксплуатация неисправной электрооборудования и электрических сетей. Согласно мировой статистике, большая часть всех возгораний происходит по незнанию правил пожаробезопасности, либо пренебрежению ими. А потому каждый житель должен быть уведомлен о важности их соблюдения и возможных рисках. Так, датчик у вас в рабочем состоянии, имеется в наличии. Если дает сработку, знаете, да, что делать? Угу. Нужно выйти, то есть семью на улицу, эвакуировать и вызвать противопожарную службу. Чтобы правила пожарной безопасности помнил каждый без исключения, их населению напоминают в личных беседах и для большого количества людей в громкоговорителе. Ремонтируйте отопительные печи, ощущайте дымоходы от сажи. На полу перед топочной дверкой печи прибейте металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и электронагревательные приборы. Субботник по пожарной безопасности проводится по всей Алматинской области. В нем приняли участие порядка 600 сотрудников личного состава службы ЧАЭС и других структур. В этот раз охвачены более 8 тысяч жителей областного центра. А по плану охватить всех. От мала до велика порядка 180 тысяч человек. Рустам Аралбаев, Аблаех Тухпай, телеканал ЖТСУ. К новостям мира. Парламент Китая одобрил поправки в закон о рождаемости. Новая редакция документа позволяет парам иметь троих детей. Также подчеркивается, что государство введет целый комплекс мер поддержки. В том числе финансовых, налоговых, страховых в области образования, жилья и трудоустройства. Чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей. Решение последовало сразу после оглашения результатов седьмой переписи населения. Которая выявила резкий рост числа пожилых, снижение рождаемости и уменьшение численности женщин детородного возраста. Согласно данным последней переписи населения Китая, средний возраст граждан составляет около 39 лет. Большой проблемой для КНР остается растущий процент населения старше 60 лет. Выяснилось, что на его территории проживает 264 миллиона человек этого возраста. Талибы пообещали охранять посольство Казахстана в Афганистане, несмотря на то, что Казахстан официально не признал движение талибан после установления контроля практически над всей территорией Афганистана. Заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин рассказал о разговоре казахстанского посла с талибами. Когда талибаны заняли Кабул, вошли туда, и часть из них зашли в тот танклав, в тот регион, где находится наше посольство, посол вышел на улицу и к нему подошли. То есть полиция, охрана, они уже местные, их к тому времени уже не было там. И когда талибы подошли туда, посол вышел и поговорил с ними. Они спросили, кто вы такие, что за посольство. Мы сказали, что это посольство Казахстана. Они сказали, все, ничего не бойтесь, работайте как работали, вы находитесь под нашей охраной. И с тех пор они сейчас осуществляют охрану нашего посольства. То есть пока только на таком уровне были контакты. Тесла среди лодок. Выходцы из SpaceX представили концепцию электролодки. Она предназначена для спорта. Водный транспорт будет разгоняться до 70 км в час. По словам разработчиков, батарея новой техники вдвое превышает емкость самого лучшего аккумулятора Тесла. Электродвигатель судна будет иметь не менее 475 лошадиных сил. Первые модели будут стоить около 300 тысяч долларов. Однако со временем производители планируют снизить цену. В Токио завершилась, возможно, самая необычная Олимпиада в истории. Проходила она в условиях пандемии коронавируса. Без реальных зрителей. За исключением членов команд, медиков и снимающей прессы. Фотографу телеканала ЖТСО Женесу Скабаю посчастливилась побывать на месте, как говорится, в самой гуще событий. Свой фоторепортаж по итогам игр он разместил на сайте olympic.kz. Профессиональный фотограф, автор завораживающих снимков, победитель многих республиканских конкурсов и фестивалей, встретился с нашим корреспондентом и рассказал ему про 32-е Олимпийские игры, какими увидел их своими глазами. Олимпиада закончилась, но чем хороша профессия фотографа? Тем, что у него есть возможность остановить время, поймать определенный момент, предшествующий победе или поражению. Сотрудник телекомпании ЖТСО Женес Искабай побывал на Олимпийских играх впервые. Он один из четырех казахстанских спортивных фотокреспондентов, которым выпала такая большая честь и в то же время огромная ответственность. Особое впечатление на меня произвела церемония открытия. Это всегда очень зрелищно. Фейерверки, парад, концертные и хореографические номера. Все это добавляет зрелищности. Здесь нужно умело обращаться с цветом, с освещением. Именно это приковывает внимание к художественному снимку. Я вообще очень люблю фотографии, на которых видны эмоции, потому что они показывают зрителю спорт с человеческим лицом. Такие снимки рассказывают историю одним кадром. Жене Искабаю посчастливилось запечатлеть моменты побед наших именитых атлетов. Напомним, по итогам 32-х Олимпийских игр казахстанские спортсмены завоевали 8 бронзовых наград, две из которых в копилку национальной сборной принесли тяжелоатлеты Алматинской области. Сотрудник телеканала ЖТСУ признается, что раньше он не видел для себя сложности в съемке спортивных состязаний. Но именно на Олимпиаде заметил, что сам становился болельщиком. Увлекался процессом, начинал сопереживать спортсменам. И здесь есть опасность упустить важный кадр. Поэтому очень важно взять себя в руки и поймать не только эмоции, но и нечеловеческую волю к победе. Здесь главное терпение. Когда в кадре происходит жесткая и бескомпромиссная борьба за медаль, то нужно успеть зафиксировать этот момент, а также момент победы или горе-поражения. Потому что случается это не так уж часто. В целом же для меня Олимпиада была новым опытом и большим вызовом. Мне и раньше приходилось снимать спортивные события, но на соревнованиях такого масштаба я был впервые. Мне кажется, я приобрел не только новые знания в съемке состязаний высокого уровня, но и зарядился такой бурей эмоций, что мне теперь надолго хватит. До следующей Олимпиады уж точно. Жени Саискабая по праву можно назвать одним из самых профессиональных фотографов Казахстана. Он умеет поймать тот самый момент. Вместе с тем у него есть и художественное видение. И он может сделать так, чтобы спорт выглядел как искусство. В планах профессионального фотографа побывать на следующей Олимпиаде в Париже. Здесь он сможет продолжить свою работу на благо отечественного спорта. Лилия Штогрина, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Это были все новости. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова